друзья всем привет сегодня пеку пирог очень простой и быстрый рецепт это так сказать на скорую руку делается он из лаваша вот два лавашек таких прямоугольных купила вот понадобится еще 500 граммов творога 3 яйца разбила сюда 4 вот взяла желточек отдельно чтобы сверху смазать и белок сюда положила немножко укропчик укроп у меня уже был замороженный вы можете свеженький нарезать так ну и 250 граммов сыра твердого вот все это дело нужно перемешать сыр натираем сюда же можно на крупной терке вот так все равно это все будет там подплавляться это больше для вкуса вот так натираем так теперь все хорошо перемешиваем если получится густая масса то можно и вбить еще одно яйцо нужно чтобы она легко намазывалась так что вот имейте ввиду а при запекании яйцо все равно схватится ничего там не вытечет вот до густого то можно еще одну яйцо вбить в белое еще яйцо в общем смотрите по творогу если слишком сухой то ориентируйтесь ориентируйтесь вот на состоянии вот чтоб такое было легко намазать было можете даже два добавить если какой творожок так но и щепотку соли то надо потому что хоть сыр и соленый творог и яйца не соленые вот так все начинка готова теперь берем доску так как нам нужно будет резать лавашек потом вернее рулет уже сам приготовила форму вот такую форму разъемную и застелила ее пергаментом мы же когда разрежем рулет там же снизу будет начинка и возможно это все будет ко дну прилипать поэтому лучше вот так все одно теперь намазываем можно завернуть вот этим запеченным даже вовнутрь а хотя рулет никакой особо не играет это будет сбоку не сверху и поэтому норить не будет так ну теперь начинку зрительность поделили на две части и выкладываем одну часть на лаваш и тоненьким слоем распределяем по всему размазываем короче так в общем вот таким образом размазываем сюда еще по желанию можете добавить чего-нибудь чего-нибудь кто любит мясо или колбаску можно курицу отварную я думаю будет тоже очень вкусненько кусочками такими расщепнуть на небольшие кусочки куриную грудку хотя бы ну да кто-то скажет дорогой такой пирог да по своим составляющим но может быть зато быстро так ну а теперь берем и сворачиваем в рулетик духовку уже у меня разогревается доску брала мешает у меня а а вот нарезать уже подстилем потом все вот один и 2 делаем также теперь берем острый острый нож и салфетку салфетку часть смочил вот так водичкой потому что видите один раз отрезали нож уже вот такой раз смазали и ой вытерли и нарезаем примерно где-то по 3 сантиметра кусочки нужен очень острый нож в общем вот так нарезаем пока рулетик этот не размок лаваш нужно его нарезать а теперь из этих кусочков выкладываем пирог вот таким образом и вот так все вокруг нужно уложить теперь размешиваем желток и смазываем вот я думаю может быть его немножко еще сверху чуть-чуть маслом сливочным неленько порубать как бы не был таким суховатым что ли не знаю можно чуть-чуть наверно думал не уберется у меня в эту форму хотела в большую сковородку туда переложила ой намаялась еще туда переложила там мало он бы весь развалился опять давай вот в этой втиснула короче тесновато но ладно лучше так чем он раскроется вообще так но я все-таки наверное чуть-чуть добавлю масла понемножку вот так вот чуть-чуть прям чуточку маленькую вот так это все растает сразу и будет потом вкусненько в общем вот так и ставим выпекать ну как выпекать чтобы все это яйцо запеклось в общем то продукты почти готовые все все так сделаю и ставлю выпекать при температуре 200 градусов все друзья пирог готов смотрите какие получаются почти розы внутри да наши любимые розы очень ароматный такой сливочный сливочный запах такой прям исходит от него вкусненький и что значит я его вытащила за пергамент надо было мне показать вам за пергамент вытащила из формы поставила на блюдо а потом подцепила вот так вот лопаточкой и бумагу просто-напросто вытянула из под него и все легко ну что теперь с ним делать я так смотрю и думаю что это как отрывной пирог просто берем кусочек можно нарезать собственно а можно просто вот так оторвать кусочек и кушать все очень вкусно начинка такая уже яйцо там схватилась все прекрасно держит форму так но на вкус хочется мне конечно попробовать и сказать что это на вкус как это на вкус конечно горячущий но тем не менее нужно попробовать вкусно пахнет порошком сыром зеленью прелесть но вкусно очень вкусно ой прелесть столько разных таких приятных вкусов и творог и сыр и укропчик и сливочное масло и лаваш как-то так вообще все здорово гармонирует между собой классно быстро но запекать знаете что поставила его на 200 он так и стоял бледный блядный блядный так стоял и стоял наверное 20 минут он меня стоял бледный и потом я уже на полную когда он уже там все схватилось я просто уже на максимальную включила духовку и вот так вот его немножко зарумянил чтобы красивый был вкусный пирог ну все вот такой простой рецепт пробуйте делайте вкусненько класс все с вами была наталья как всегда что всего самого доброго все всем пока подписывайтесь на канал переходите на второй канал делюсь опытом который называется заводите свой канал уверена что вы тоже я вот смотрю даже по комментариям и потом общаясь уже в соц сетях я смотрю у меня подписчицы такие талантливые вообще сами они стряпают такую красоту и вкусноту вот мне в это присылают вы знаете кто да вот такие красивые блюда делают я так введите канал снимаете это же здорово и интересные как бы и сама развиваешься и другим показывает что-то такое интересненькое это здорово вот это вот взаимодействие между между нами всеми это классно так что если кто-то еще сомневается не сомневайтесь переходите на второй канал там все рассказано все разжевано что как с чего начать начинайте и снимайте и зарабатывайте вот что хочу сказать все всем пока